Сначала все-таки надо... Так, раздевайся... Садись, кофе пьешь? А? Чай? Тоже нет, ближе к делу Ну, нет, в смысле, чтобы ты хоть язык смазывал? Нет, нормально, у меня смазывается песок Ну, давайте, пожалуйста Не так получается, что у нас... Подводные камни, это... Самое страшное, это взаимодействие с властью Я тоже понимаю Смотрите, у нас тут Даже вот площадку не почистили, да, преддомовую Пока не позвонил в администрацию города И не в администрацию района Романова и Петрова Не Петров сейчас? Нет, по старой памяти Ну? Нет, я Романову заму позвонил в московский район А Петрову, по старой памяти, чтобы он там был Вчера в чате написал предварительные сметы, да Возможные затраты, связанные с администрированием, да? Это зарплата Это зарплата Зарплата Председателя Уборщики, уборщицы Бухгалтеры и так далее Народ начал возмущаться А мы, говорит, хотим Улучшить придомовую территорию Общественное пространство Или создать штат Тех, кто будет зарабатывать деньги Зарабатывать? Я написал там Начал Четыре Там Написал Десять тысяч Десять тысяч Председатель Семь тысяч уборщиц Сантехник И так далее И разные До пятидесят тысяч довел, да? Сейчас я тебе точно скажу Сейчас я открою это Пикселевский лист Так, площадь семь тысяч Общая площадь семь сто пятьдесят четыре Семь сто пятьдесят четыре Да Площадь МОК Места общего пользования Сейчас, по-моему, сейчас отлично По-моему, восемьсот тридцать два Так, восемьсот тридцать два Так Задержание жилья Внос Не написано Не написано Давай Нет, тебе надо нормально это что-то Я не думаю, что Начислено Повышающий коэффициент Так, этого Начислено Содержание ОИТ Нормативы употребления Я это фотографировал Что он мне спрашивал, то фотографировал Вот мне тоже нужно Вот норматив Это то ли по ХВС То ли по ГВС Это вот отведение Значит тридцать А почему столько О, блин Так, шестьдесят два Два ноль два Так Итого начислено Суммарный объем потребления в дом Нихрена Двадцать два кубометра Двенадцать кубометров А это наверное Электричество Мне нужно вот Нормальная табличка Ну я не думал, что Я пока пришел поговорить Какого-то общего Начало Мне нужно Содержание Жилья Ну примерно Плюс-минус рубль Примерно Мне плюс-минус А не вон Десятки кубометров Горячей воды Только начисляю На общую Да Уже Хотя Вы сами Это производите Дай-ка это Еще раз Давай Некоторые данные КВС Сколько Так Содержание Взнос Шестнадцать Общее Шестнадцать Сорок Или Семьдесят Взносное содержание Жилья И потом Раскладка Его ХВС ГВС Я проще Найду У себя То, что Ты прислал Я без очков Остался Не Торопился Я очки Забыл Так Шестнадцать И семь У тебя Шестнадцать Семьдесят И Раскладка Его Идет Пятнадцать 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 рублей Сколько Содержания Так Семьдесят 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 Пятнадцать Семьдесят Всем Девяностое Что Вот И у тебя То, что Взнос Типа Шестнадцать Электричество Ток ХВС 80 копеек, водоотведение 40 копеек, электричество 85 копеек, а 0,85 с квадратного метра. А сумма 17,90? А не 16,70? 17,90? Реально это берут. С каждого квадратного метра. А чё они? Так, ладно, сейчас дальше посмотрю. Так. Устоки по формированию квитанции. Нихренавый. 9 рублей. 9 рублей за квитанцию. Песец. Все. 9 рублей за квитанцию одну. Просто оно печатается. Там ничего не надо менять. 6 месяцев это месяц и так далее. Вот это меня только. Ну, а это, QR-код забило. Да, они сами берут или инсоц. Они сами напечатают, да? Я не знаю. Но значит они, у вас кто, инсоц выдает? Не знаю. Так. Сейчас вообще. Так, так, так. Сейчас вообще сумма получается у вас. Так. Содержание жилого оповещения 16,82. Я вообще не понимаю, что у вас тут. Объем потребления услуги 48,6. Мы пока рассматриваем. Сейчас у нас же собрание будет. Ваше предложение вынесите в собрание и потом вынесите в связи. Ваши разница. Получил. Так, холодное возоснабжение. Спасибо. 19,45. Вот это. Так, так. Так. Обращение с текущей, с 82. Это твое, наверное. Так. А, ООО правильщая компания «Центр». Вы даже не знаете, кто у вас это, за что берет. Ну, взнос за капремонт тоже вы туда жгодите. Да. Так. Нахрена так. Вообще непонятный у вас. 116,82. Тут вот потом. Потом идет в том числе. Вот. Тоже непонятно. Из 16,82. Содержание помещения. И получается оно, я сказал себе, 17,90. А не 16,82. А 48,6 у тебя квадратных метров. Так. Да. А, во, во. Так. Сейчас. Так. Нихрена себе. Так. ХВС на 2 рубля. Так. 22 куба у вас на дом начисляет. Водоотведение 3,38. 8. 12. А почему 12? Если водоотведение, если на общедомовые нужды 22, но водоотведение не может быть меньше. 22. Так, ладно. Это все фигня. И электричество. Тебе начисляют 62 рубля. У вас лифт? Лифт. Это включая лифты. 62 рубля. 2665. Да, по этим, по всем много. Так. То есть у вас у тебя получается 600. Ага. Так, 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 так. 1165. 1165. Это у тебя общедомовые нужды. И содержание жилья. Коммунальные услуги тоже ни хрена у вас не разделяет нормально. Не разделили они. А, 657 коммунальные услуги туда. Что они складывают? Да. Я, наверное, если сложу, получается тут совершенно другая цифра. Так. Так. 667. Как он может быть? 667. Если 730, только содержание жилья. Так. Так. 1800. Фу. Блин. Ай-яй-яй-яй. Так. Отопление где? Индизорное. А, это у тебя без отоплений 1832 рубля. Да. У нас еще прямые договора на свет. Ну, я тут смотрю вообще домовые нужды. Ну, фактически считай 1832 рубля. И это только на содержание дома. Да. Жилищные. И ГВС, ХВС, вот. А, ГВС, ХВС ваши. На общие. Так. Так. Не на общие индивидуальные. Не только на общие. Индивидуальные. Так, индивидуальные сколько? Пожием. Так. Горячие. Я не вижу. Так, сейчас. А, вот. 19-22. Нет, много тебе начисляют. Холодное водоснабжение. По 19-49. Это 269 рублей. Потому что тарифы я не вижу. Так, водоотведение по 22 рубля. Это городское. Так. Типа. Так. Казоснабжение у тебя. Третье. Так. По обращению стыкло. Норматив. А, у вас все упражнение компания начисляет? Они агенты просто. Они просто деньги собирают. Угу. По нормативу. Отопление сколько временного у тебя выходит? А. Так, у вас электричество на прямых? Угу. Отопление? Газ. А. Газ. Газ. Отопление газовиком платишь. А газа здесь нет? Нет. Отдельно китайцы. Газоснабжение есть. 5,72. Это общие скорости. Сейчас. Только коридоры там-то, да? Так. Ага, сейчас. Так. Раз, два. Третье. Газоснабжение. Да. Четырь. Так, так. 23,33. 23,36. Немного. Это 5,6 кубов. Там общие домовые службы сдачи. Нет, неплохо. Так, давай вернемся к самому главному. Стоит ли вообще? Как у вас состояние дома? Состояние дома? Дом. Подвалы? С 2007 года. Подвалы какие? Разговаривали летом с директором. Ну, он сказал, что мы же на Косогой стоим. Да. Не плывет? Плывет. Есть уже. Трещины? Начало. Начало. И, скорее всего, надо будет пересклить и делать время. Укрепление? Да. Это очень дорого. Но мы же за счет капремонта. Капремонта. Да, за счет капремонта. Мы начисляем... Смотри, вот я не понимаю, у нас спецсчет или этот? Спецсчет у вас должен быть. Они же, видите, сами начисляют. В управляющей... То есть спецсчет в управляющей компании. Да. А может быть, у оригинального оператора спецсчет. А почему они нам начисляют? Они просто агентирующие фирмы стали и берут комиссионные. А с квитанции можно узнать? Нет. С квитанции невозможно узнать. Это непосредственно у нас надо. Или запрашивать, или спрашивать. Шесть пятьдесят три сейчас. Внос на капитальный ремонт. Шесть пятьдесят три сейчас. Точно? Вроде. Это прошлогодний. А, ну. Важно. Сейчас, сейчас. Мне интересуется общее понимание, да? Общее понимание... Плюсов и минусов, исходя из практики длительной работы ПСЖ... Для этого... Нет, всегда выгодно. Если нормальный руководитель. Всегда выгодно... Выгодно кому? А? Для всех. Для всех выгодно. А нормальный отчудок? Вот эти... Эти семнадцать с лишним рублей... Вне зависимости от площади? А? Вне зависимости от площади? Вне зависимости от площади. Потому что есть дома и три с половиной. И семь, и десять, и двадцать. Сколько квартир у вас? Квартиры большие, так ведь? В основном, да. У тебя однушка. Двушка. Двушка сорок девять. Маловато. Это без балкон. Нет, для большого. Нет, это... Обычно живую только. Мне хватает. А, то, что отапливается. Мне хватает. А, ну. При современных условиях и затратах. Да, да, да. Это оптимальный вариант. Нет, за семнадцать с лишним рублей. Тут, если у вас индивидуальное отопление, индивидуальное производство горячей воды, на всём они зарабатывают, управляющие. И на производство. На индивидуальном отоплении они не зарабатывают. А, и на том они зарабатывают. У вас они выставляют с газового счётчика. Наверное. И вас даже не ставят в известность, сколько тепла уходит на места общего пользования. Сколько газа они тратят. Нормативская сезон. А вообще они тратят... Батарея горячая. А где установлена вот эта газовая горелка? Порывали потом. Где показания по газу у него, по воде, сколько платят, договор. Никто этим не занимался. Каждый месяц они закачивают теплоноситель. Вот этими хотим заняться. Вот. Холодная горячая вода. А холодная вода... Смотри, теперь... Я услышал. Так, погоди-ка. А они отапливают, наверное, за счёт горячей воды. Котельная есть. Котельный вод. Котельный не отопление, а на производство горячей воды. Да. И его прогоняют по местам общего пользования. Да. Отдельно они на отопление вряд ли бы делали. Или так же делали. Где-то стоит котёл. Где-то стоит котёл. Ну, один же. Один. Который подогревает воду на общие... На места общего пользования. Смотри. На отопление. Да, да. А, да, да, да. У вас же горячая вода, у вас водогрей, и сами греете. У себя в квартире. У себя в квартире. Да. А места общего пользования где-то стоит котёл. Да, вот. Я знаю где. Да. Где он стоит. Ваше общее имущество. Это, да? У нас... Котёл. Места общего пользования, в смысле, нежилые помещения у нас 1200 квадратов. Что, что, штат? Это плюс или минус? Нежилые можно повышенные тарифы ставить, если они занимаются чем предпринимательством. Это общее собрание решили. Угу. 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 У меня это, да. У меня тоже сами все другие. У меня здесь, да, да. У меня здесь, да. А стены-то чьи? Наши. Вот. Площади ваши? Вот. Не ваши, а какого-то собственника. они должны нет магнит пусть даже все площади в их собственности они должны за содержание каждого квадратного метра должны платить не меньше чем все за каждый квадратный метр а из них общего имущества я не знаю сколько квадратов которые свободно можно использовать они же не жилые у вас все в собственности у кого-то но им можно если они занимаются предпринимательством им можно ставить повышенные взносы за квадратный метр это Верховный суд уже через судебный проект по поводу налогообложения понятно там нет никакого налогообложения доходы минус расходы какого тебе налогообложения себе поставишь да еще бухгалтер ты можешь оставить на налогах организация-то коммерческая и некоммерческая в любом случае при регистрации так вообще-то сейчас все юридические лица заключают обязаны заключать отдельный договор на поставку всех видов коммунальных услуг они сами отапливаются все нежилые юридические лица у них у всех должны быть они должны платить только за содержание общего имущества плюс своих квадратов то же самое как у нас да вода там но содержание общего имущества и так далее вот это все так же как у них скорее всего по воде у них тоже племные подбивали никак у нас а счетчик где стоит у них должен быть свой счетчик а вы знаете сколько показывают ваши счетчики общедомовые вознаграждение вот сейчас сейчас посмотрим ну вот 1670 умножим у вас хотя не 1670 это гораздо больше вот 17 рублей умножаем на общее 7000 так 154 а а нет это общее же а нет все равно в любом случае это если они у вас одинаково платят платят 122 тысячи ну хотя у вас 17 с лишним тысяч если с общедомовыми и так далее гораздо больше я думаю 130 даже больше 130 тысяч каждый месяц это лифты сколько у вас обслуживает сколько лифтов 3 сколько договора цена договора кто обслуживает кто обслуживает кто обслуживает лифт сервис или нет мы звоним управлять вот эти 130 тысяч на содержание жилья каждый месяц уходит это лифты я знаю куда уходит смотри меня интересует самый главный вопрос сколько уйдет на администрирование и сколько остается на все остальное вот это вот это вот обычных обувателей меня ну вот не интересует у вас придомовый участок какой площадь придомового участка придомового земельного да который придом кадастрового хотя можно посмотреть нет я вот тебе сейчас только что ладно так есть сколько 800 квадратов сколько участок 800 квадратов мало на 800 квадратов ваш дом не уместится значит я ошибся это надо посмотреть в кадастровом городской сейчас ваш дом найду ты мне самое главное не отвечаешь а мне надо знать сколько я не хочу в твой карман загладить смотри сколько подъездов и какая площадь сколько уборщицы должны убирать и сколько дворники площадь уборки это от этого зависит квадраты ты называешь может быть ты мне эти подъездные дороги тоже туда включаешь нет площадь места общего пользования 832 квадратных метра площадь нежилых помещений 1213 вот смотри количество лицевых счетов 123 количество квартир 103 ага количество нежилых помещений 20 жильцов 213 будет построить 2007 площадь придомовой территории 832 квадратных метра 832 площадь кровли 2100 2019 квадратных метров посмотри площадь кровли 2000 честничнем площадь земельного участка 832 квадратных как это так получается все что у нас там даже детские площадки это все муниципальные это не наше новые не должны их убирать но должны присматривать да я им сразу написал давайте приватизировать чтобы у нас какую-то херню там не построили лучше да забор стоит можно собрать общее собрание и придомовый участок кадастровый увеличить у нас скорее всего даже меньше периметра площадь земельного участка а что у нас земельный участок отмостки есть все нет если 832 по кадастровому плану земельный участок это дом вписывается в этот кадастровый участок он летит площадью да кровли 2000 а это 800 как так быть не может ну значит здесь ошибка 837 это наверное уже за площадью дома скорее всего я тебе говорю про отмостки но это неправильно про отмостки скорее всего площадь отмостки это неправильно нет это нет это это из-за открытых источников это низ ГИСа я пытался в ГИС зайти а если вас участок не приватизирован то есть кадастровым планом не определен нет не межован тогда только один метр от а я и говорю отмостки не болт да что маловероятно пока нет у меня сведений я же не руководитель я обычный ты можешь это зайти в план города Чебоксары зайду я в план города смотри смотри почему я к тебе пришел у нас пока есть ориентировки для того чтобы как ты говоришь определиться стоит ли бороться надо знать кому принадлежит то землян участок и так далее самый основной обсуждаемый вопрос для нас да а я это только что называл сколько уйдет на администрирование и сколько уйдет на все остальное стоит ли смотри мне туда впрягаться стоит ли они скажут Юрий Алексеевич мы готовы тебе платить 5000 рублей и плевать тебе каждый день блять в тебя нахуй нахуй тебе это нужно и будить тебя в 9 вечера в 12 ночи в любое время да и и платить за это 5000 рублей и не больше вот я это зачем сюда пришел я хочу согласиться чтобы мне плевали извиняюсь за кламбур что это не будет однозначно что вот сколько у меня уйдет на мое молоко блять тебе нет смысла вам есть смысл вот эти уме вот это конкретно можно уменьшить вот эти суммы вот эти суммы если контролировать показания приборов учета в котельной по газу на общедомовые нужды и какого хрена 9 рублей только на капремонт платежки пусть я платежки на 9 рублей если и тут есть это почему они берут с вас 9 рублей ладно разберемся с этим 9 рублей давай вернем 9 рублей это тсж ты говоришь смысла нет мне туда власть нет если люди такие люди у нас тоже я бы с удовольствием ушел в любой управляющий понятно сколько по максимуму у нас можно внести в процентном отношении или в твоем основе на администрирование потому что 130 тысяч спокойно хватит 4 человека они точно должны быть не надо какие 4 нет физически они они будут с учетом аутсорсинга они должны быть это затраты да на аутсорсинг ежемесячные да аутсорсинг вот например которые оказывают услуги по уходке нет допустим ладно допустим ты вот за какую сумму ты согласишься я думаю вот они согласятся и бухгалтер на какую сумму согласится я ей тоже задаю вопрос она тоже сейчас смету считает и ни хера не говорит и что говорит не тоже молчит блять вы молчите а это меня интересует и в том числе сейчас на аутсорсинг любой дом в 200 квартир можно передать за 10-11 тысяч рублей полностью со всеми отчетами я тоже примерно предполагаю я написал 10 я написал я написал 10 бухгалтер 7-10 сантехник написал дворник 12 и написал погоди 7-10 сантехнику да 7-10 у вас же это все немного там у вас 7-10 сантехник написал 12 этот уборщик который убирает и территорию без дороги и влажную уборку там и так далее сухая в подъезду нет лучше сделать уборщица отдельно и дворника вам на 12 тысяч а? каждому по 12 нет можно по 10 уборщице и дворнику либо же вообще сделать смотри уже 30 нет либо сделать это смотри уборщик 10 дворник 10 20 получается плюс уборщица и дворник все можно клининговую компанию аутсорсинг мне сейчас прислали знаешь сколько на наш дом 25 рублей просит это и убрать и двор да а почему бы нет 25 рублей всего без налога налоги с них платить не будешь знаю вот вот коммерческие предложения они мне прислали ну вот 25 25 пусть 10 ну 12 бухгалтерии да 10 вот уборка территории 35 так электрик электрика и так далее их тоже типа так можно их можно нигде не указывать ну они реально просто вот эти бумажки затраты я тебе говорю они их можно указывать не указывать но они затраты есть да затраты да электрика сколько ты сказал электрика отдельно не выделял я выделял сантехника но электрик тоже нужен электрик сантехник 10 электрик сантехник ну да ладно да у вас это особых нет по пятерику так я остается главнокомандующий ну совершенно немного главнокомандующий по трудовому можно сколько по гражданскому договору сколько вот сейчас у тебя раз 30 40 47 спокойно 20 можешь брать да тут плюс лифты и так далее 20 спокойно тебе остается ты а сколько останется на возможную 47 на 67 так вот 67 типа чисто на обслугу плюс тут получается плюс содержание жилья от благоустройства дворовой территории вот у тебя 130 тысяч 130 тысяч вот 103 а на текущий ремонт вы тоже собираете нет это содержание жилья конечно надо сделать отдельную статью текущий ремонт чтобы его на это только типа разделить содержание жилья с этих денег и будут производиться текущие работы так 60 но 70 так 70 лифты я думаю не меньше у вас 15 тысяч у нас 26 месяц да до 26 я думаю не меньше 15 так 85 45 тысяч 450 но где-то 500 тысяч в год на текущий ремонт будет уходить да можно потратить да а тут ведь еще начнутся гиджакаха надо указывать договоры платежки вот хорошо что еще гиджакаха нихрена нормально не ввели и эти начнут наезжать нет смысла головная боль я я с радостью ушел но некому сдать смотри с радостью ушел я же живу в этом доме я живешь смотри я за счет отопления у вас дешево все нет смотри я живу в этом доме и один единственный пинает потому что мне это интересно а другим не интересно нет другим ты не интересно я сейчас бесплатно этим занимаюсь бесплатно а не занимайся а мне это интересно я же живу машины чтобы заезжала чтобы чистилась дворниками общаюсь здороваюсь да да а управляющая компания все эти работы сделает вам скажет давай вот это увеличим содержание жилья мы вам это 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 сделаем а собрание нет они выставят вот если вы хотите это 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 вот вам раскладка да они имеют право нет если они сделают они имеют право требовать с вас выставить оплату даже в содержание жилья они 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 они